Детское радио представляет Она в каждом есть, она есть повсюду Воду беречь нам надо с тобой Ее защищать, чтоб всегда была чистой Будет ласковым дождь и свежим прибой Чтоб бежала, плескалась, журчала и гриста Нужна всем вода, всегда и везде Так значит слава чистой воде А чтоб над водой не сгущались от тучи Слушай программу, Капа научит Россия Одна из самых обеспеченных водой стран Петь, привет! Ты чего, уроки делаешь? Ага, привет, Кап! Как ты кстати? А я? Дедушка водяной, здравствуй! Привет, привет! Чем тебе помочь? У меня задания про разные страны И как у них обстоят дела с водой Ну и правда вовремя, дедушка Шар земной такой огромный По поверхности неровный Где-то горы, где-то море, где-то ветер на просторе Где-то вечный лед или пустыня Где-то не хватает всем воды И ныне, и вопрос приходится решать Как бы воду сохранить, как очистить, чтобы пить, как ее получше сохранять А в нашей стране достаточно воды? Россия почти самая обеспеченная водой страна в мире Ну и у нас есть места, где воды не хватает Страна большая Помнишь, в одном из путешествий мы видели наши российские озера? Конечно! Они бывают соленые и не очень И самое красивое то, которое огромное Байкал? Да! Это самое большое природное хранилище пресной воды в мире И действительно одно из самых красивых мест в нашей стране А как же может не хватать воды? А я тебе покажу Сначала как обстоят дела у нас в стране А потом кое-куда заглянем На минуточку Путешествие и загадка! Ура! Я готов! Капа! Я готова! Отправляемся! Все на борт! Отдать швардобы! Наша родина большая Не видать конца и края Есть озера, океаны, реки и моря И осадки выпадают И большие льдины тают Но совет беречь всю воду Мы даем не зря А как же так получается Что у нас воды чуть ли не больше всех в мире А все равно не хватает Просто где-то больше людей живет А где-то меньше И воды тоже где-то много А где-то мало Вон, видишь? Как с высоты хорошо видно Вот, например, европейская часть Там живет и работает больше всего народу А крупных рек, озер И уж тем более морей Там практически нет А еще люди долгое время Не задумывались о бережном отношении к воде Там, где заводы разные И предприятия сбрасывают в воду Всякую грязь Вода портится И использовать ее нельзя А она может очиститься? Конечно может Помнишь, я тебе говорила, что вода живая Она может все Но на это нужно время А главное, чтобы больше никто ничем ее не загрязнял И по-настоящему берег А что будет, если вдруг воды станет совсем мало? Ну вот, например, в Африке, в пустыне Сахара Вода на вес золота Потому что дожди бывают крайне редко А песчаные бури и раскаленный воздух Любую открытую воду мгновенно превращают в пар А как же ее сохранить? Еще давным-давно придумали хранить воду в подземных Точнее, в подпесчаных хранилищах На поверхности ставили специальные выпуклые сооружения Совсем водонепроницаемые По ним дождевая вода стекала в подземные хранилища И оттуда ее можно было брать по чуть-чуть Только когда это необходимо А пить ее разве можно? Ни в коем случае От этого можно погибнуть Всю воду в жарких странах необходимо очищать Ужас какой! Как же они там живут? Знаешь, люди все время что-нибудь изобретают Вот, например, уже придумали специальную трубочку В которой много-много особо тщательных фильтров С ее помощью воду можно пить вообще откуда угодно Она очень быстро и хорошо очищается Круто! Даже из лужи можно пить? Даже из лужи! Причем это для нас с тобой круто! А для тех, кто живет в пустыне Это спасение и жизнь Чистая, живая вода! И я понял! Вот это путешествие! Как будто на другой планете побывали! Именно! Так что, Петя, воду действительно нужно беречь! Я хочу ребятам про это рассказать! Они же не знают! И тоже думают, что это все несерьезно! Молодец! Беги к ребятам! Скоро увидимся! А я пока новое путешествие для нас придумаю Спасибо, Капа! До свидания, дедушка Водяной! Капа научит! Выпуск подготовлен в рамках реализации Федеральной целевой программы Вода России Сайт вода.орг.ру Сайт вода.орг.ру